хоба привет с вами доктор влад я тут еще одной самоделочкой занялся дело в том что бывают вытяжные вентиляторы а втяжных почему-то нету а вот сейчас у нас в комнате 27 а на улице 19 да и как хорошо бы что попрохладнее из значит с улицы воздух затянуть и вот я сделал такую вот штуковину красный тянут внутрь а черные видите наоборот стоят да они будут тянуть наружу да ну это же комнату проветривать и вот сейчас я еще этим занимаюсь да у меня много дел хватило бы мне всей жизни лучше бы еще 2 для того чтобы все успеть новости какие норнитель не согласен с размером ущерба экологии по чп в норильске 148 миллиардов ему присудили они говорят не это много вы чё ребята у нас таких денег нету давайте как-нибудь договоримся понятно все да ну я думаю путин разрешит конечно свои же норнительский мобильная связь в россии может подорожать на 14 процентов ёлы-палы все дорожает путину предложили перенести дату празднование дня россии на 1 июля было 12 а вот тут написано 12 июня 1 июля потом следующий путин придет будет 5 августа ну и так далее так далее ребята вы там хорошо живете весело главное с улыбочкой бревнышко взяли понесли россия не предлагала китае присоединиться переговорам по разоружению вот только час назад было что россия предложила китае теперь россия не предлагала китае они уже не знают что врать ребята уже заврались в конец конгресс сша предлагает выделить украине двести семьдесят пять миллионов долларов на военную помощь это на 25 миллионов больше сначала был 250 надо же надо же украинцам подфартило на собственно чего подфартило ребят там война идет там идет война и поэтому америка помогает видите от военной помощи чтобы россия не задушила украину совсем с этими шахтерами трактуристами байден пообещал ограничение на импорт из россии да вот так вот важных товаров но но это опять очередные санкции а чего хотели адвокат не исключил возможности допроса рогозину по делу сафронова я не могу рогозина кто-то будет допрашивать вы еще путина допросите а елы-палы какая чушь вот это вот не исключил ах рогозин придет и будет присягу на коране принимать россияне назвали самое безопасное направление для путешествия тоже скажу в туалет да самый большой путешествие самое безопасное так 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 ах собственные дачи ну я ненамного ошибся нечего ездить куда-то там вот на дачу и вперед попой к верху в россии выявили опс новые до 65 62 6562 новых случаев ребят ну что-то опять ведь дофига же да а сколько вчера было 6368 а сегодня 6562 пошло по нарастающей тут готовились к параду когда да готовились голосованию а вот еще само голосование сам парад еще нет еще еще должно пройти две недели число случаев коронавируса в россии превысило 700 тысяч елы-палы здесь только помолчать немножечко голову так вот склонив да это много у гитариста чаев а нашли коронавирус какой-то чаев он старенький уже ну ты чё заболел дедуль заболел владимир бегунов к сожалению я стал частью статистики как он выразился тогда болезнь протекает очень тяжело очень резко и мягко скажем система здравоохранения к ней не очень готова и дальше вот он интересно говорит не слушайте бессмертных идиотов которые уверяют что этого ничего нет что все придумали какие-то за кулисы зараза существует она крайне неприятно да ребят вот так вот вот он чаев сидит до старый за бородой в россии так это я уже говорил вообще-то черном не выскочил опять в гд внесен проект о приравнивании отчуждения территории к экстремизму а кто вот так вот вот в нормальном состоянии да не будучи президента может отчудить территорию а ну как вот это тогда пошел китай говоришь вот вот это ваше 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 а это моё да кроме президента то никто что его будут за экстремизм что ли вообще-то ну чудные ой и ведь и они вами управляют ребята третий человек в мире излечился от вич недавно я говорил что второй час третий уже ребят ну как хорошо из бразилии пациент из сан паулу и больше нет вича больше нет у него какой молодец двукратный чемпион мира утонул двукратный чемпион он правда не по плаванию снова борт кросс алекс пуллин ух ты жалко пацана он там плавал где-то дайвер да но эти с аквалангами вот и его обнаружили бессознательном состоянии без кислородной маски что-то случилось наверное пробовали его ух 45 минут ему оказали экстренную помощь но ничего не вышло молодой парень то ну так вот судя по фотографии так разоблачителя сталинских репрессий попросили посадить за педофилию но вот это все то же самое ребят юрий дмитриев да там знаете какая история если вы не помните у него дочка была приемная да и вот он чтобы разобраться как она она так слабенькая была болезненная да он ее там по моему раз в месяц что ли фотографировал ну фотографировал горенькой так чтобы уже все посмотреть да а ему вот это вот припаяли педофилию и вот сейчас на 15 лет хотя засудить а он тем временем занимался вот именно поиском захоронений расстрелянных восстановлением прав реабилитированных жертв сталинских репрессий ну конечно посадят что-нибудь да пришьют жизнь во славу искусства творческий путь народного артиста россии константина райкина ему 70 70 у кого и старые его на сцене виделся в телеконе да старый уже совсем вот похоже они с караченцем ребята чудится чудится мне или чудится мне как правильно сказать что у них один папа так майами сегодняшнего дня вновь закрываются рестораны и фитнес-клубы ребят они все пооткрывали но это флорида да пооткрывали она бах опять и понеслась опять кармавирус в твиттер появились фото летучие мыши размером с человекой что еще хуже она действительно существует ха здесь ухи здоровая мыша да у какой здоровый метра полтора наверно и короче это она фруктами питается и живет она где-где на филиппинах да такая ничего себе мышка размах крыльев метр семьдесят у но он летает когда пушистая симпатичная трагедия в четырехлетняя девочка разбилась насмерть выпас с восьмого этажа вслед за москитной сеткой ребят ну почему у вас выпадает москитные сетки жалко девочку так как у нас ну вот москитная сетка да ну там вот она вставляется да а там бортик такой вот со всех сторон и ее при всем желании не выпихнешь оттуда понимаете вот какой закон над депутатом принятие прям путину лично подписать дурость какая-то каждый день читаю так о чем люди сожалеют больше всего в конце жизни ну-ка ну-ка нелюбимая работа да ребят надо выбирать любимую работу упущенные моменты с родными ну в общем да конечно когда человек уже ушел уже не возвратить халатное отношение к здоровью это правильно так мир так и остался лишь на картинках столько существует интересных мест и народов чтобы их все посетить и так далее мне абсолютно эфирева башня да на эту железяку смотреть лететь туда но посмотрел ну вот она все поехали домой да и все что ли ха не не все тут еще вторая часть они этот комментарий вторая часть не ребята ни о чем никогда не жалейте ну и нафиг а я слышал что настоящая женщина никогда ни о чем не жалеет но и мужчина тоже настоящий не жалеет я никогда ни о чем не жалею да и фиг бы с ним в москве произошел пожар в дни где разрабатывают вакцины от коронавируса не слабо так и чё теперь вакцина разлетится по москве что ли горит крыша идет густой черный дым ну пожарчик то в принципе в россии это вообще никого не удивляется кремль только учет ни разу не горел в российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки вот это да нифига на 38 процентов вот это лукают одну водка кончилась вернее деньги на водку кончились и теперь вот покупают спиртосодержащие ксению собчак задержали на лубянке кто-то снимает она такая счастливая ай ай меня опять задержали у нее футболка свободу ивану сафронову ой придержание телеведущей в толпе упала журналистка и махамеди анастасия альшанская и ударилась о гранитную клумбу в обморок что ли упал с перепуга волне такое-то платьице кофточка но надо знать в чем одеваться чтобы сетях задержали чтобы прилично выглядеть как это есть такое выражение очень интересное мне понравился давно услышал еще в школе что настоящая женщина одевается каждый день так как будто она сегодня попадет под поезд понятно да так об страйке что такое twitter а вот интересный просто момент история скреп на фото пленные советские генералы понеделин и кириллов в августе 41 из-за грубейших просчетов высшего командования они попали в плен 29 апреля 45 их освободили американцы и вот американцы им предлагали ну давайте у нас послужите все нормально будет нет мы любим родину ну вот они приехали домой их сразу расстреляли к чертям вы нормально и комментарии умные оставались у американцев тупых расстреливали есть фильм ветер с востока тоже комментарий про войну глазами власовцев о реальных событиях так вот немало власовцев поверили уговорам нквдшникам вернуться запада в совок их собрали желающих вернуться в на в поезд в польше их лесу всех высадили расстреляли да ребята да вот так здесь кто-то сказал чехия а вот этот сафронов данного которого арестовали за измену родины родине якобы он работал на чехию а вот чехия подтвердила наличие у бастрыкина вида на жительство министерство внутренних дел чехии подтвердило наличие вида на жительство в этой стране у главы следственного комитета россии александр бастрыкин ничего пельмень да и вот никому в любой другой стране ребята если бы так вот выяснили все а это вообще у журналистов россии есть три основных занятия торговать наркотиками оправдывать терроризм и работать на спецслужбы стран нато да 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 очень метко очень метко советский союз у них воссоздать вряд ли получится ну путин хочет воссоздать на зато получится гитлеровская германия правда без автомобилей дорог промышленности и сельского хозяйства зато с фюрером и гестапо да ребят все верно сказал это наша канада так сказал в алданском районе якутии был задержан особо опасный преступник мужчина без разрешения собрал два ведра ягод чем нанес ущерб государству в размере 13 860 рублей теперь ему грозит штраф ох и и ягоды попробуй собери ка их вон целое ведро ягод какой-то кошмар официально уже теперь официально россия страна террористы военный преступник в кс рф в сирии систематически наносили удары по больницам школам и рынкам в районе и для либо применяя в том числе кассетной бомбы говорится в докладе независимой международной комиссии и вот первый комментарий издевательности и что опять выразит глубокую обеспокоенность да вот почему-то не наказывают за это не наказывают новая конституция начала работать правительство мишустина нашло бедных и решила им помочь это сергей алексашенко пишет между прочим и решила помочь бедным тимченко ротенберг и михельсон получит на троих более 90 миллиардов рублей пенсионеры не обеднеют правда господдержка да и последнее эхо москвы могут закрыть после обысков фсб и ссылочка как вам новость или комментарий некрасиво давать людям ложную надежду ребята на эхе москвы собирают всех недовольных записывают ну чего вы не знаете что ли то же самое на одноклассниках то же самое на вк там постоянно кгб торчит понятно да у меня тоже я чувствую торчит кгб пускай торчит привет товарищ майор до свидания до обеда с вами доктор влад пока